Всем привет! Меня зовут Даша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о уходе за лицом. И я с вами поделюсь своим уходом за лицом и какими-то секретиками. И первое, о чем я хочу сказать, это то, что я безумно люблю натуральную красоту. И для того, чтобы выглядеть ухоженными и красивыми без косметики, нужно в это что-то вкладывать, правильно? То есть в уход за собой. И я, скорее всего, потрачу больше денег на уходовую косметику, нежели на декоративную. Следующее, что я хочу сказать, это мой утренний уход и вечерний уход. Они отличаются, но вся косметика, которую я использую для утреннего ухода и для вечернего, может как меняться, так и существовать отдельно. И начнем, наверное, с утреннего ухода за собой. И никогда оно не обходится без умывания. Умываюсь я вот таким гелем для умывания Клиник. Это трехфазовая линейка, мне кажется, и там можно подобрать под свой тип этот вот гель для умывания лица. Так что просто придите туда и спросите, чтобы вам подобрали под тип вашей кожи эту умываку, так сказать. Следующее, что я делаю, это обязательно протираю лицо тоником и мицеллярной водой. У меня два в одном, вот такой вот фирмы Толпа. Не знаю, найдутся ли они где-нибудь помимо Польши. Но поищите, я думаю, что можно найти, в принципе. Я не то чтобы умываю этим лицом, я просто аккуратно протираю для того, чтобы тонизировать кожу. Ну и дополнительное очищение. Следующий мой шаг это крем. Утром я пользуюсь вот таким кремом от Клиник. И не нужно крем втирать в нашу кожу, чтобы ее как бы забивать. Нужно аккуратненько поклопать по лицу и таким образом увлажнить наше лицо. Не нужно втирать этот крем. Все, что нужно, наша кожа впитает и так. Для того, чтобы увлажнить наше лицо, нам хватит вот такого количества крема. Так что не нужно чересчур тоже много накладывать крема на лицо. Нашей коже под глазами тоже требуется увлажнение. Утром я использую вот такой крем от Ивс Рошер. Он с такими как бы роликами и тоже массажирует нижнее... И тоже массажирует наше веко. Поэтому пробуждает его. И во-вторых, в нем есть такие расцветляющие частички. Можно так сказать? Расцветляющие частички, в общем. Которые придают свежесть нашим глазам. Раз мы уже оказались тут в области глаз, я также каждое утро наношу на реснички вот такой гель от Эссенс. Немножко их подкручивает. И вообще это витаминный как бы гель такой, который способствует росту ресниц. Его также я наношу на брови. Во-первых, можно им уложить брови прекрасно. А во-вторых, уложить брови, так и звучит. В общем, уложить брови. И во-вторых, тоже бровки будут расти очень красивыми и густыми. Теперь перейдем к губам. За губами тоже нужен тщательный уход. И я регулярно скрабирую губы, но делаю я это щеткой. И все, наверное, знают этот способ, и он реально действует, реально делает губы пухлее, так как когда мы скрабируем губы щеткой, кровь к ним приливает, губы становятся пухлее, и плюс быстрее восстанавливаются, если они высушены, или там не хватает им каких-то витамин. И после вот такого скраба обязательно губы нужно увлажнить. И увлажняю я их тысячами разных помадок, кремов. Так что, я думаю, у каждой девушки есть тысяча таких кремов и всяких помадок. В общем, думаю, у вас найдется, чем вы вложите ваши губы. И, наверное, это весь мой утренний уход. Тогда давайте перейдем уже к вечернему уходу. И, как я уже сказала, он отличается от утреннего. Вечером умывалкой я пользуюсь той же самой, но меняется уже мицеллярная вода. Так как вечером нужно такое более глубокое очищение для нашей кожи, я использую мицеллярную воду от La Roche-Posay. Ей можно смывать, кстати, макияж тоже. Вот. И как бы я дабл такое очищение лица получается. Утром больше хочется тонизировать лицо после ночи, а вечером больше очистить от всех нежелательных... от всей нежелательной грязи на улице. И после мицеллярной воды, либо тоник, я всегда сбрызгиваю свое лицо вот такой термальной водой. У меня эта вода от La Roche-Posay. Вовсе недорогая, так что... Нужно немного сбрызнуть и подождать пару минут, пока вся эта водичка впитается, и сделать нашу кожу более мягкой, напитая ее разными минералами. Увлажнение. Увлажнение уже меняется. Использую я вот такой крем от La Roche-Posay. Он борется с прыщами тоже. С губами вечером я проделываю точно такую же процедуру, как и утром. А крем под глаза я использую уже другой. Он опять от La Roche-Posay. Его тоже не нужно много. И опять же, я это делаю тоже вот такими массажными движениями. Для ресницы бровей вечером я использую другое средство, Arvon Clash. Реально действует. Оно стоит тех денег, которые вы на него потратите, потому что результат виден честно на лицо. Поверьте на слово. Носить его можно так же, как на ресницы, так и на брови. Ну, на брови ничего сложного нанести и нет, как бы. Носить его нужно при самых ресничках, вот на кожу. Так вот при самых ресничках нужно носить это средство. Реально в пробу тебя реально действует. И это, наверное, весь мой вечерний и утренний уход за лицом. К этому всему я бы хотела добавить, что есть еще вот такое здоровское средство от Прыщей. Его нужно использовать точечно, оно от Avon. Реально тоже хорошее средство. И, конечно же, любимые масочки. У меня их обычно целая куча, но сейчас что-то много не нашлось. Но, в общем, вот покажу, какими я вообще пользуюсь. Я не покупаю супердорогие маски. Я не считаю это нужно, потому что есть аналоги более дешевые. Я использую глиняные маски, но использую их, когда нужно подсушить лицо. А вообще, мои маски это очень интересный процесс такой. У меня их очень много. И если вы хотите узнать мои секреты и всякие рецепты натуральных масок, и как я использую такие маски, тоже напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если вы желаете, я вам сниму. И поставьте обязательно палец вверх, чтобы я точно знала, что это видео снимать надо. Еще я нашла, кстати, очень интересную вещь. Это такая маска под глаза. Реально прикровенная вещь. И ее хорошенько увлажняет. Последняя, но не последняя по важности вещь. Просто бомба, честно вам говорю. Открыла я для себя ее, наверное, года пол назад. И вообще, теперь, когда даже езжу в Беларусь на каникулы, я всегда беру ее с собой, несмотря на то, что она достаточно объемная. Один раз не взяла и пожалела тысячу раз. Это приспособление называется Дарсон Валь. Оно бьет ваше лицо такими мини-токами. Это не так больно, как звучит. Эту процедуру можно попробовать у косметолога, перед тем, как покупать такое себе. Дарсон Валь улучшает состояние нашей кожи, и реально это действует. У меня есть 4 насадки, но 2 из них для лица, и одна вот такая. Ее нужно использовать для точечных, больших каких-то прыщей. И нужно делать вот такие движения, прижигая этот прыщ. И также можно какое-то время держать его на одном месте какое-то время. Ну, конечно, не 10 минут, но 20 секунд вы это можете сделать. И вторая насадка это вот такая. Она используется для всего лица. Нужно круговыми движениями по массажным линиям просто вводить в течение 5-10 минут. Саму процедуру я проделываю раз в сезон, по 2 недели каждый день. Дарсон Валь нужно пользоваться на очищенную кожу лица. Что является естественным, это то, что лицо должно быть наше сухое, без всяких кремов. Иначе, ну, ток и что-то мокрое, ну, вы понимаете, какая тут связь. Если вам интересны какие-то большие подробности о Дарсон Вале, обязательно загуглите и почитайте. Реально, плюсов очень много. Но не забывайте, везде есть свои противопоказания, так что обязательно их тоже прочтите. Ну, не думаю, что вы к ним отнесетесь, но все-таки лучше предостеречься. Ну и, наверное, это все, весь мой уход, все мои секреты о уходе за своим лицом. Так что, если вам что-то очень понравилось из моего ухода за собой, обязательно это используйте. И напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и чем вы бы хотели пользоваться, либо попробовать что-то. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, буду вам очень благодарна. Также ссылки на мой Facebook, ВКонтакте и Instagram будут внизу. Не забудьте написать в комментариях о том, о чем я вас попросила. Не забывайте о уходе за своим лицом, потому что запустить можно просто ужасно. Оставайтесь натуральными и красивыми. Но помните, важно не то, что снаружи, а важно то, что внутри. И до встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok